здравствуйте уважаемые зрители меня зовут василий самохвалов и в этом видео мы поговорим с вами про оформление туристической визы в сша поговорим по процессу по преимуществам визы обо всех тонкостях и сложностях которые могут возникнуть и обо всем по порядку поехали туристическая виза в сша она называется b1-b2 виза то есть b1-b2 если по-русски она разрешает нам пересекать границу соединенных штатов америки для въезда в эту страну с не миграционными целями что значит не миграционная цель то есть это цели которые не предполагают вашу дальнейшую миграцию опять же это туризм это деловые поездки краткосрочное лечение и так далее то есть прилетели побыли какое-то время и вернулись виза ставится с разным сроком допустим гражданам российской федерации ставится на 3 года для граждан армении казахстана ставится на 10 лет что очень весомое преимущество но вот такие условия для всех можно сказать по-разному что еще здесь интересного визу сша можно получить через посольства соединенных штатов америки и это посольство водится практически в каждой стране во всем мире и пройти интервью записаться на прием получить визу можно через любое посольство сша любой стране по всему миру где она работает и функционирует то есть здесь мы с вами не привязаны к своей стране проживания тем более сейчас для россиян нет возможности пройти собеседование москве но вообще в россии потому что у нас она просто закрыта поэтому россияне все летают за границу проходят интервью других странах то есть нужно будет записаться на прием оплатить сборы и прилететь в эту страну на подачу документов и на интервью по процессу сейчас двух словах расскажу как это все делается и мы подробно остановимся и разберем для начала мы заполняем анкету анкета называется d160 отправляем ее в посольство создаем личный кабинет на сайте посольства сша в той стране который планируем пройти интервью оплачиваем сборы появляется индивидуальный календарь выбираем слот записываемся в этот день со всеми документами прилетаем проходим интервью и получаем результат то есть по результатам интервью будет уже либо виза одобрена либо нет это в общем чертах давайте подробно остановимся сначала с первого пункта заполняем анкету d160 называется она есть специальный сайт где эти анкеты заполняются это анкета длинная там запечатлены все ваши данные биографические где работаете где учитесь где были за границей кто у вас есть в сша родственники друзья ваша мама папа данные по ним и так далее в эту анкету также вставляется фотография формата 5 на 5 эту фотографию нужно чтобы вам в электронном виде отправили и вы ее вставляете в электронном виде в анкету только после этого анкету можно закрыть и отправить посольство анкету отправили распечатали подтверждение что анкету отправили она вам нужно будет для похода на интервью далее заходим на сайт посольство сша в той стране куда собираемся лететь на интервью создаем личный кабинет в личном кабинете тоже небольшая анкета будет ее тоже заполнили далее оплачиваем сборы сборы сейчас на туристическую визу 185 долларов пошлину обычно можно оплатить как банковской картой но в нынешнее время банковской карты только не российской то есть любой другой зарубежный либо в некоторых посольствах есть возможность оплатить сборы через ну походом в местный банк но допустим если казах но не казахстан время выберем там бахрейн да страна вот там заявители ходили в местный банк и оплачивали пошлину наличными и только после этого давали квитанцию с номером этот номер мы вводили в личный кабинет оплатили сбор и только после оплаты сборов появляется календарь с доступными датами многие спрашивают а как вот быть вот мы не знаем когда места сейчас оплатим сбора мест нету вопрос хороший поэтому все заявители либо агенты смотрят телеграм-каналы там где скажем выкладывают свободные слоты в данной стране у кого уже оплачен кабинет либо обращается к коллегам знакомым кто этот сбор оплатил и увидел календарь только так до оплаты сборов календарь увидеть невозможно оплатили сборы посмотрели календарь когда открыты места записались распечатали подтверждение записи например она тоже понадобится для похода посольства и далее собираем остальные документы здесь вот именно ваша справка с работы справка из банка они особой роли таковой не играют почему потому что американцы никак не могут проверить никак не могут позвонить на работу спросить не могут посмотреть отчисления тогда поэтому они в эти документы не верят и девяносто девяти процентов случаев документы не проверяют но мы рекомендуем всегда иметь это при себе то есть также справка с работы со всеми реквизитами если работать справка из банка с баланса ну где-нибудь там 200 300 тысяч тоже нужно поездку показать на каком языке должны быть эти документы если интервью проходит на русском языке есть страны где интервью проходит на русском языке да в основном на английском но есть где и на русском если на русском проходит интервью то переводить документы не нужно если интервью проходит на английском языке то соответственно документы все что не на английском нужно перевести перевести можно обычным переводчиком не обязательно их нотариально заверять и так далее просто обычное бюро переводов отдали на перевод вам их делали переводы все помимо справки с работы и справки с банка это естественно ваш паспорт в оригинале вот эта фотография 5 на 5 она должна быть и в электронном виде вставлена в анкету и распечатана и должна быть у вас на руках никаких бронирование отелей авиабилетов не нужно предоставлять потому что это все оказывает давление на принятие решения визом офицера у них эта информация указана на сайте поэтому они просят этого не предоставлять пока нет решения по визе далее если есть какая-то недвижимость собственность но тоже как можно так скажем вложить лишним не будет да то есть что если что вы преддемонстрируете что у вас есть привязка к родине ну вообще что у вас есть имущество собрали все документы прилетели на интервью на охране у вас посмотрит запись на прием и далее уже подскажут куда идти либо на отпечатки пальцев вас направят там тоже есть биометрия либо сначала возьмут у вас документы это ваша запись на прием и подтверждение закрытия анкета вот которые вы распечатывали либо наоборот да то есть сначала документом биометрия и самый главный этап это конечно интервью интервью с визом офицером по интервью может быть пока посмотрим может быть мы снимем отдельный ролик как вести себя на интервью какой кейс выбрать и как отвечать правильно на вопросы что говорит что не говорить посмотрим но пробежимся здесь интервью проходит следующим образом визовый офицер сидит за окошком вы подходите к нему и начинается интервью цель этого интервью определить вас что вы не мигрант что вы турист и вы вернетесь потом после поездки обратно домой потому что миграция очень большая в сша их задача определить что вы не мигрант но пока вы здесь стоите не получили визу вы для них мигрант вот так они всех определяют задают вопросы в основном по цели поездки куда летите когда почему тем чем занимаетесь где работаете а были ли вы в сша раньше а где вы были там других странах замужем ли вы или не замужем женат и неженат есть где то есть все вопросы которые могут им пригодиться чтобы вас определить как туриста конечно к интервью нужно готовиться потому что 95 процентов зависит именно от интервью и от того как вы будете к нему готовы как будете выглядеть как будете говорить что будете говорить это все очень влияет на процесс одобрения успешного прохождения интервью цель ваша поездка поездка должна быть логичной четкой и не вызывать вопросов сейчас рекомендуем не указывать просто что вы едете отдыхать если ваш кейс недостаточно силен то есть условно вы нигде не были вы первый раз решили в сша полететь и там одевые одиночка молодой и вы решили муж просто отдохнуть никто сейчас нынешнее время вам не поверит что вот вы при таких условиях летите просто отдохнуть поэтому если вы одиночка то лучше конечно выбрать какое-нибудь мероприятие что-то делать конкретную поездку сделать какую-то встречу и так далее либо какой-то группой там семьей с детьми здесь больше будет уже похоже на туризм да что вы не мигрируете поэтому здесь нужно готовиться нужно прорабатывать ответить себе на главный вопрос почему я хочу лететь в сша почему вот мне вот в этот момент так понадобилось туда потому что визовый офицер захочет это в первую очередь убедиться в этом и по результатам интервью если паспорта у вас забирают и поздравляют что и задумано значит визу вам одобрили и паспорта забирать на поклейку самой визы паспорта сбирают где-то примерно на 3-4 дня в некоторых странах могут и побольше времени держать паспорта придут в курьер в пункт курьерской службы вы оттуда уже будете забирать когда придет сообщение на электронную почту что паспорт готов к выдаче вот собственно это есть весь процесс сколько можно находиться по визе в сша виза сама она нужна только для влета в сша на границе ставят уже штамп до какого числа вы можете быть сша обычно это штамп на полгода но не стоит все полгода проводить сша потому что это будет подозрение вот когда новую визу уже будете получать визу офицер может сказать а что вы там полгода делали хотите сказать что отдыхали конечно он в это не поверит и поставит отказ да потому что туристические туристические поездки не похожи на туристические когда они на полгода да там на 5 месяцев на 4 даже потом здесь очень внимательно вот и все вы уже живете по штампу далее процесс тот же самый виза закончилась причем что еще хорош хороший момент какой вот есть у вас паспорт заканчивается даже через три-четыре месяца виза там допустим вы знаете что внутри года идет вам все равно при одобрении поставят визу на три года и она вас будет там условно до 27 года и даже когда у вас паспорт просрочится уже вы можете с собой этот паспорт просто брать вместе с новым паспортом и ваша виза будет действительно до чего не скажешь о других визах что очень удобно поэтому не бойтесь не бегите сразу менять паспорт если у вас еще действует то никаких проблем для них нет на этом видео видео подходит концу я надеюсь что информация была для вас понятно вопросов у вас не возникло в любом случае если они будут я всегда рад вам помочь я же с вами прощаюсь увидимся следующих видео всем пока